В автономном управлении индейцев Гуна на севере Панамы стартовала информационная кампания в связи со вспышкой лихорадки ЗИКа. Минздрав выявил здесь 50 случаев заражения. Медицинские службы проводят фумигацию, чтобы уничтожить взрослых комаров-переносчиков вируса. Потом местных жителей собирают вместе и рассказывают, как защититься от укусов насекомых. Им также объясняют, что необходимо раз в неделю выливать стоячую воду, хранящуюся возле домов, заменяя её свежей. «Во время визитов в дома мы говорим семьям, что важно не дать комарам размножаться. Это решит проблему. Одной только фумигации недостаточно. Необходимо контролировать чистоту ёмкостей с водой, чтобы личинок не становилось больше». Помимо регулярных бесед с местными жителями, медики также развешивают по всему городу информационные баннеры. По данным Министерства здравоохранения, в регионе Гуна-Эла были зарегистрированы 285 человек с подозрением на вирус Зика. Однако заболевание выявили только у 50 из них. Лихорадка Зика по симптомам схожа с лихорадкой Денге, но протекает в очень лёгкой форме. Однако она опасна для беременных женщин, поскольку может поразить плод. В таком случае ребёнок рождается с микроцефалией, то есть с аномально маленькими черепом и мозгом. Это приводит к умственной неполноценности. Вирус Зика был открыт в Уганде в середине прошлого столетия. В апреле 2015 года он достиг Бразилии, где начал стремительно распространяться. Позже заболевания хватило и другие страны Латинской Америки. В январе ВОЗ заявила, что к концу года лихорадка распространится на большей части Южной и Северной Америки. Заболеть ею могут до 4 миллионов человек. В настоящее время от вируса Зика не существует ни вакцин, ни лекарств.